Упал солдат Пулей вражеской убить Молчит солдат Но земля под ним гудит Знать шел солдат Ты за правду в смертный бой Знать был Народу сын родной Молчит солдат Но земля гудит под ним Знать был солдат Ты в чужом краю родным Знать был солдат Ты народу верный сын и враг У нас с тобой один Знать был солдат Ты народу верный сын и враг И враг у нас с тобой один Субтитры создавал DimaTorzok 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 Русские революции не желаемо бороться. Захтаваемо да признает Совет воинских депутатов. Затворите их! На лево! На лево! На пред, марш! Господне Поручнич. Каква е пресуда? Не знам. Господне Поручнич. Реците истину. Како ви смете да тако разговарате с официром? Доста! КОНЕЦ КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извини, но я не могу не прийти. Что-нибудь случилось? Пока ничего. Иди, иди. Ты чем-то взволнован. Волнован? Что-нибудь случилось? В нашем корпусе четверо солдат приговорены к расстрелу. Мне приказали привести приговор в исполнение. Я же офицер, и для меня приказ есть приказ. Почему вдруг? Сегодня арестовали папу за связь с какими-то революционерами. Неужели его расстреляют? Да что ты, что ты. Рано отчаиваться, рано. А ну-ка посмотри на меня. Ты решил? Одним словом, ты пришла прощаться, да? А ты должен помнить, что папа арестован, я теперь одна, одна на всем свете. Ты обязан, обязан помнить обо мне, Олег. Конечно, конечно, ты для меня роднее всех. Иди, олег. ети Ты très любил. Ты это знаешь, mon живот? Я неешусь. Ты позволяет помнить обо мне, Олег. КОНЕЦ 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 Остав! На лево, круг! На пред, марш! 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 Бежите! 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 МПЛЕС gefёт в доме ГУЛИКТ 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 Ешь! А? Ешь! Ты кто такой? Для рабочего у тебя слишком красивые руки И тюрьму ты переносишь тяжело Ты что, студент? А кто ж ты? Сейчас уже никто Вероятно так же, как и ты Я? Я большевик? Да? Я слышал о них По твоему выговору я так понимаю, что ты не русский Я серб Ты слышал о нас? Немного Как и ты о большевиках? У нас в народе так говорят С одной посуды поешь, мысли друга узнаешь Ешь Ешь Почему? Бери, бери Забирай Следующий Похвально и трогательно Здравствуйте, Галя Постойте 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 Разрешите помочь Презирайте Завидую, завидую, Олег Не можете Почему, мадемуазель? Он Он арестант Я уже как можете заметить Да Новая звездочка Взамен друга Быстро, быстро, быстро очистить двор Убрать секту Единого А ну Выходи Выходи Нет, постойте Вы обязаны выслушать меня Не желаю А я вас заставлю По какому праву? Да хотя бы потому, что я Я вас люблю, Галя И люблю посерьезнее вашего Олега Да Мы его Мы его А он Господин офицер Мадам Мамент Он желая прослить героям Забил, забил вас, Галя Думал только себе Не старайтесь Вам не удастся его очернить Не удастся Да чего там Он предан трибуналу А там для всех один приговор Ну и пусть Зато он не тот, кем стали вы Произнесите это и то противно Есть ли кто-нибудь, что прямо стрелять? Стрелять! Говорят, 4-5 полный переворот Молчи А если офицер отказался расстрелять солдат? Он политический? Чего? Сам еще не на есть Спасибо Пошли мы А я, а я никого не выпущу Пока на то не будет приказа городской управы Нет, тебе же кажется Пору Тихо, товарищи Тихо И да, по-русски говорено Вся власть теперича в руках рабочих и крестьян И никакая твоя управа больше не управляет И да А я знать ничего не знаю и знать не желаю Да что вы ему доказываете? Я вон уже камеры открыл И включи марши Молчатки Галя Молчатки Галя Господи, не вору Вы? Pasле, после чему ми Не, не Не, ничего. Нища, нища. Само говорите. Мы основали революционный отряд. И хотим быть нашим команданом. О томе после. Айдемо. После о томе. Стоите! Хвала вам. Хвала. Торопиться! Торопиться не надо вновь, Никитин. Да нет, паровоз без пара не воз. За воды на хорошей самоваре только. ПОЗИТИЛЬНАЯ МУЗЫКА Отчего доброго накроет нас здесь немец? Ведь сами видите, товарищ командан. Вокруг пески, а до воды. Откровенно скажу, вверх 6, если не с гага. На своем горбу дегаем. Так вот сами посмотрите. Командир! Гляди в чего! Положись! Гонять позицию! Одетый, понимаешь, в какую-то чудную форму. Что говоришь? Эй! Кто вы? Кто вы? Сербы! Сербский отряд! Ах, сербы! Кто-кто? А бог знает, кто. Свои или не свои? А вдруг гайдамаки? Нет, это не гайдамаки. А если переоделись? Переоделись. Кажется, точно сербы. Да, кажется или точно? Точно кажется. Галя! Скачи, объясни, кто мы. Нет, ты глянь, глянь, какая краля! Она для тебя сейчас парламентёр, а не краля. Ага. Стой! Стой, куда прёшь! Передаль в бою-то! Ну да, впервой. Точно. Тогда мотай на ус моё поведение, может, когда пригодится. Дожидается вас. А как же? Заставить дожидаться лишнюю минуту торборт-политика. Шагаем. Я? Нет, я. Если в таких случаях даже тут и играть, всё равно держи полную форму. Гляди как. Слушаем. Товарищи, мы ваши! Это сербский отряд, им командует Дундич. Мы ищем красных, чтобы присоединиться. На слово барышня ведь только одни дураки верят. А среди нас... Нет. Таких не имеется. Как не стыдно. Мы с трудом пробирались. Знаете, сколько боёв выдержали? Так что зря. Зря не доверяете. А есть у вас в отряде ещё такие красивые девчата? Ежли в есть, мы вас в миг примем. Ваня, пометуй проваленционную дисциплину. Передайте вашему командиру, что оно правильнее будет, ежели вы сдадите оружие. А там поглядим и всё чин-чином решим. У нас, как говорится, доверяй, но глаз и ухо не теряй. Вот так. Прямо, чтобы мы сложили оружие. Нет. Не пошло леко. Мы красные! Вы шли к нам? А это же так и правда. Чего же вы боитесь оружие сдать? А чем вы докажете, что красные? Как чем? Вот. Вот. Звёздочками. Звёздочки? Не доказательство. То любой может нацепить. Лучше скажите, кто у вас командир. Как кто? Ворошилов, дура. А не врёте. Да вот тебе крест. Говоришь, красные, окрестнись. А устав то не запрещает. Не запрещает? Ты уж сказал, ладно. Да что ты с ними болтаешь? Команду, чтобы клали оружие и всё. Да. Верно. К бою! К бою! Шашки, к бою! Вы вот что! Не больно-то тут потушитесь! И в чужой монастырь со своим уставом не лезьте! На чьей земле стоите, тому и подчиняйтесь! Мы можем подчиниться танковому Рашилову! Минутку! А вы нам для этой цели коня займёте? Вирко! Дай коня! Эгей! Гляди, любуйся, як конагоны скачут! А! Ну, отсель, конечно, не разглядеть, а я ж на этом коне минут за 20 сможет оскакать. Там все увидите, родник есть и вода, я вам доложу, холодная, аж зубы замирают. Будь аккуратно, там они на мыл встретились. А-ка! А всё же осторожность требуется, Климент Ефремович, а вдруг какая провокация? Осторожность нужна, Ваня. Когда она не похожа на трусость. А ну, конечно, а может я заменю вас? А может, и когда и заменишь. Вы тоже скажете. Командар! А ну, айда за ним! Остаться на месте! Ваш Коль! Да. Спасибо. Молин. Как? Слушаю. Так, кто вы? Мы из сербского добровольческого корпуса. Восстали против своих генералов и присоединялись к революции. Не вижу, господин поручик. А-а-а! Тут своего рода хитрост, товарищ Ворошилов. Скидай полеты. О! Отслужили свое! Так нам легче и проще было пройти через фронт и сквозь стрелы врага. Форма незнакомая и мало кому понятная. Так, так. Но скажу вам по совести, что и нам пока мало понятно, кто вы. Положу оружие. Отставить! Да, вижу, неверно мне вас докладывали. А что, говорили, что вы контра какая-нибудь? Нет. Представьте себе наоборот. Доложили, что храбрые, молодцы. Безусловно, революционеры, раз ни под каким видом не хотят сдавать оружие. А я-то увидел другое. Перед первым попавшимся сразу разоружаетесь. Нет. Поверьте, товарищ Ворошилов, что это первый и последний раз. И только потому, что вы, товарищ Ворошилов, нам сразу не поверили. А что, на лбу у меня написано, что я Ворошилов? Вот он, вот. Шкура? Шкура. По правту, сути не меняй. КОНЕЦ 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 Конечно, только на Голубцов она и рассчитана. А, я так и понимал этот бомб, 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 бомб. Это колокольный звон и это... КОМАНСА СИДИН РУССКИ Это пищный парад. У нас так принято встречать высокого гостя. И потом, Монт-Женераль, разве вам было неприятно видеть русских прославленных казачков? Нашу надежду и силу. Что? Представляю, какая сила у красных всего, если ваши казачки так, пардон, бегут от них. Но позвольно будет напомнить, что Кутузов тоже отступает. Пардоне-муа, бил Наполеона. Удирает. Да, да, но Советы не нуждаются и в помощи Антанты. Вот, видишь эту дорогу? Вижу. Видишь? А ты приглядись хорошенько, повнимательнее. В конце дороги город, где беляки? Ну, дальше. Лес, вот мост, река. Нет. Как? А вот так. Ты не спеша изучи. Досконально. Как свои пять. Дашка! Налегчику еще. Предстоит большое дело на этой дороге. Готов выполнить любое задание, товарищ командарь. Да погоди ты, погоди. Это дело требует первонаперво чего? Осторожности. Потом хочу предупредить. Держи язык за зубами. Никому ни звука, ни ползвука. Потому как, ежели сорвется наша задумка, позору засмеют нас даже внуки. При нем не гу-гу. Пей чай и молчи. А, чай. Это я с удовольствием. Да. Да у вас тут и сало. Это ж по какому случаю кутеж такой. Да так, потолковать собрались малость, а жизни. Ну вот и... Да нет, я говорю, вот тут. Все ясно, все ясно. Мозгуете тут, как генерала Антанты захватить. А где он? Где? В артистов тебе податься, если б не война. Да нет, он еще не в курсе. А по правде говоря, у меня бродит в голове такая мыслишка. Бродит. Да. Ну, не вздумайте, чего добрую его ищу, как ошечка боже сохрани. Какой же смысл тогда за ним охотиться, верно? Понятно, товарищ командарм. Ну вот. Документ. Документ. Ого. Чего? Чего, чего? Ничего, да, по уменьшу. Давай, проходи. Ладно, без этого. Французы приехали, говорят. Приказа не задерживаться, проходи. Кесет хочешь? Сама вышивала. С какой стати? Женихов-то гонорок посылала. А посылка вернулась. Бери. Барышня, барышня. Я? Проходите. Не разрешено здесь, не разрешено. Хочу французов посмотреть, в жизни не видела, какие они. Скоро уедут? Не разрешено, не разрешено. Простите. Галя! Галя! Вы? А я никак не могу поверить, что это вы, Галя. Фантастично. Внезапно исчезли. Внезапно появляетесь. Может быть, Дундич поблизости? Вы что-нибудь знаете о нем? Слышали? А вы? Давно здесь? К сожалению, давно. Что? Тянет красным? Вам же хорошо известно, что я всегда говорила правду. Ну, ну и что же? Я здесь у дяди. А? Да. Представляете эту жизнь? Хочется с вами побыть, а тут так не кстати генерала Тантанте. Ну, еще успеете его повидать. О! Да. Ведь я думаю, он не скоро уедет. Это что? Дундич интересует, когда он отбивает. Если вы мне не верите, мы можем сразу же расстаться. Галя, давайте пройдемся. Может быть, зайдем ко мне? Нет. Нет? Ну, тогда поужинаем в ресторане. Галя. Галя. Я хочу, как не буду отпраздновать нашу встречу. И забыть наши прежние ссоры. А, вот ты какая. Да, продажная класс. Продаешь? Чего варешь? Продаю молочко. Молочко, молочко, молочко продаю. Иди, иди. Иди, иди. Куда вы меня ведете? На минутку. В канцелярию. А потом ужинать. Прошу. Прошу. Хорошо. А, товар. Ай, глазки, Ану, ты на глазки. Чур, моя. Я первый увидал. Честь имею. Зовусь Иван Козырев. Посади, не насильничай. Как барыша сами скажет, какой из нас и симпатичный. Братцы, я же вечером с французом отбываю. А у вас все ночь впереди. Прошу. Прошу. Одну минуту. Прошу. Одну минуту. Уведите барышня в тюрьму. Уведите барышня в тюрьму. Уведите барышня в тюрьму. Уведите барышня в тюрьму. Будет. Будет? Надо пей. Не тяни нервы. Пойдем на квартирку. Уча вечером. Я тебе уже сказывал. Вечером отбываю. А ты не уезжай. Как же можно, когда француз отбываете? О, уж он без тебя дороги не найдет. Пень и рассужда, не имеешь полного права. Я уже пила. Вторую пей. Извольте-с, амбрес. Слышь. Ну? Оставайся, не уезжай. Я от тебя назывался. Я квартирьер. И только я один знаю, кого и где поселить. Надолго отправляйтесь. Чего? Я говорила, наверное, надолго. Уезжаешь. Далеко? Постой, постой. Душенька. А ты часом не из ЧК? Ой, мой, мой, мой. Пусти, пусти. Я такой деревни сроду не слыхала. Нет, ты из себя, идиотку, не воображай. Ой, дуку, пусти. Сейчас такое условие будет. Или в контрразведку. Ой, ой. Или вот пей. И пойдем ко мне на квартирку. Пей. Не могу я. Пей, не то в контрразведку сведу. Ну? Рыть. Мутит. Эй, 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 личность. Мы тут... Где у вас тут служба? Э, извольте по лестнице. Почему? И, извольте по лестнице. Это был Ходжичи, Ходжичи был. Я не знаю, кто это был, но видела своими глазами, как она пошла с ним под ручку, смеялась, сделала вид, что меня не замечает, и вошла с ним в дом. Не могу сказать, что за домом возле ходил часовой. Ага, часовой, часовой ходил. По коням, по коням. Её арестовали. Теперь ты видишь, что она вынуждена была туда зайти? Нет, я не заметила, чтобы её вынуждали. Ну, если так, я тебе буду судьёй, Галя. Ты как знаешь, где можно найти этого казака? Ага, даже где живёт, знаю. Искать. Нет, это очень важно. Со мной в город пойдут! Ваня! Я! Нет. И... Драгич! Коли капуцанты река? Да. Павлич! Есть! Ваня! А ты, севрати, и доведёваму батарею. Ваня! Пре много благодарны, извиняйте. Ничего, ничего. Хозяева, говорят, ещё не вертался, верно загулял казак? Может быть, не тот дом? Может быть, Даша адрес спутала? Восемь девок, а где я, куда девки, туда я? Восемь девок, а где я, куда девки, туда я? Восемь девчонку, гуляешь, а, наверное, того не знаешь, что жену твою, атаман свою постель перетащил. Ну, ну. Вот тебе, ну. А батька твоего, когда вступился, ногайками до смерти запороли. Ай. Ай. Ну, фу-фу работаешь, туды твоё. А того не знаешь, что из всей нашей казачьей фамилии один я остался. Ну, да. Вот тебе и да. Спасайся, пока не поздно. А то как по лошану, сразу пополам разделю. О. А теперь всё пропало. Зашибки, наверное, вам. Ёж, дыши, дыши. Эй. Эй. А ну-ка. Жалко жизни. Ну. Говори. Фамилию. Чин. Примейте начальника той охраны, которая будет сопровождать французов. Э, так бы и спрашивали. То бьют по башке. Что она у меня казённая? Значит, чин, фамилия и как его? Приметы? Петро. Пятьсот. Штаб. Пожалуйста. А ну, рыскну. Ещё. Вот чёрт, опять двадцать. На всех. Пожалуйста. Ещё. Даю. Да, мальчик. Скорей. По себе. Довольно. Чёрт, чёрт. Держи. Господа. А что скажете на эту? Знаю, знаю её. Сдобная булочка. Да, да. Штучка первосортная. Почновато больно, а? Да, толстовато, толстовато. Ну, нет, не скажите, граф, не скажите. Третий род хвалит. Ну, да пять лет. Как вы смеете, прапорщик. Я не позволю. Студитесь, прапорщик. Так у женщины может говорить только какой-нибудь красный бандит, а не офицер добровольческой армии. Но я такого оскорбления тоже не потерплю, господин штабс-капитан. И потребую офицерского суда. Офицерского суда. Что вы, что вы, одумайтесь. Постыньте, Серёжа, постыньте. И вы не гневайтесь на него, штабс-капитан. Простите, не имею чести знать. Я граф Галецкий, Пётр Феофанович. Очень рад. Кстати, им не нужны, граф? Разрешите на секунду. Сожалею, но ничего не привык скрывать от друзей. Карту. Играем, господин. Ваш партнер, Николай Феофанович. В банке две. Алло, кафе. С удовольствием разделю вашу. Князь Саакадзе. Бывая на Кавказе, очевидно слышал я о моих предках. Для начала разрешите предложить бутылочку из собственных погребов. Прапорщик. Да. Для полного примирения не сошлите за труд откупорить. Снова дунь здесь появился? Ну да. Да. Смял какую-то казачью заставу. Вот чёрт. И, наверное, ускользнул. Да говорят, чечен-то за ним погнали. Ну, цели, искать. Есть что-то. Найдется. Станислав, собери-ка последку. Пятьсот. Прошу. Присаживайтесь. Нет, еще одну. Благодарю, покорно. В банке две тысячи. Возьмете карту? Прошу. Прошу. День за днем заедает и гложет тоска, и вдруг такая встреча. Еще одна карта. Представьте, танцует, играет на гитаре, поет романс. Дышала ночь восторгом сладострастия. Перебор. Семнадцать. Да? Рискнем еще одну. Не вас ждала. Звезумная зона. Очко. Подум. Мал, золотник, да-то дорог. Прошу вас, господа. Одним словом, дышала бы ночь восторгом сладострастия. Позвольте. Прошу, господа. Благодарим. Но, есть тут одно но. Если вы не поможете, граф, останусь на бабах. Неужели пылает страстью, простите, благосклонностью ко мне? Огорчу вас, граф, огорчу. Но если она способна пилать страстью кому-либо, то могу вас уверить, что не вид тот человек. В таком случае завидую вам, князь. Но мои успехи целиком зависят от вас, граф. Пожалуйста, называйте самую высокую цену в царских рублях, в Деникинских колокольчиках, керенка. Сколько угодно заплачу за сегодняшнюю ночь. Вы что? С ума сошли? Вы и сами предлагайте. Господа, господа, вы меня не поняли, не поняли. Ну разве вам, граф, не сообщили, что вместо вас назначен сопровождать этого Бонапарта? Ах, вот как? Ну да. Ну с чем вас и поздравляем? А честно говоря, не хочется из-за этой старой песочницы лишаться такой соблазнительной ночки. Благодарю покорно. Но за ваши скомканные кредитки я тоже не намерен поворачиваться за, ну скажем, вежливо, спиной к фортуне. А-а-а! Простите, но никогда не мог подумать, граф, что вы можете поверить паническим слухам. Что вы имеете в виду, князь? Да эти сами разговорчики, что вокруг города будто кружится дундичь и охотится за этим Наполеоном. Не стану скрывать, но эти соображения немало стоят. Хорошо, могу предложить золотой царской чеканкой. Не знаю, как кому, а мне моя жизнь кажется дороже денег, даже золотых. Собираем на золотой? Собираем. Прошу и меня, Карточка. Тем более, что воспользовавшись вашим отъездом, можно будет непроданную голову уложить на подушечку вашей балеринки. Имею честь! Дышал от ночи. Сорвалась? Не говори. Играем. Ваш благородие, велено подать вам фантон. Во-первых, не фантон, а фаэтон, дурак. Так точно. Во-вторых, не велено, а приказано, болван. Так точно. А в этих кем? Не имею честь, веначу, ваше благородие сказано доставить штаб, ваше благородие. Ну-ну. Едут! Едут! Смирно! Равнений на право! Ваше председательство, вы должны остановиться, заправить броняки и напоить лошадей. Ваше председательство, вы должны остановиться, заправить броняки и напоить лошадь. Добрый господин, господин. Беды, дыряни, сад, поедали до вашего утка. Прошу, проведите сто. Вы что-нибудь выбрали? Все! Все это и древние. Подготовлено для нашего отдыха. Ваше председательство. Руки вверх и только без шума. Свои, свои, свои. Вы имеете возможность, болваны, познакомиться с будзёновцами из интернационального эскадрона Дундича. Эй, ты, Белобриз, руки вверх! Подымай! Не обойтесь, господа казаки! Из вашей собственности нас интересует только один пустяк. Оружие! Оружие! Помогай! Только оружие! Вы понимаете? Да-да, входите. Как понимаете, тут маскарадный шею. Красный и близко. Даже в этой комнате. Рядом с вами, мой генерал. Охотно представлюсь. Командир интернационального эскадрона первой кони Алекса Дундич. Или как русские друзья меня называют. Иван. Жанно, в Франции. Ваня. Я не люблю русский шутка. Я представлял здесь 14 стран. Я представлял здесь 14 держав. Это только доказывает, что наша работа требовала усилий. Садитесь. Вы, наверное, не знаете, что я собой представлял. Знаю! Генерала Антанты, сеющего в России, смерть и голод. Но теперь вы пленник. В этом портфеле карты и дислокация войск. Это невозможно. Я солдат. Садитесь. А сей я вы. Вы пленник. Попытайтесь поскорее понять это. Силву, прошу. Подайте мне вам. Не сам тебя за дипломатику. Здравствуйте. Вы русские или вы? Красные. Цервенли. Он-то не разумеет. Красные. Де ружь. Узмит. Пишите. Письменно укажите количество частей, вооружения и разъясните основные идеи своего плана. Экрибе. Экрибе. Ведь даже этот болван и тот счел необходимым сразу же явиться к нам. А вы? Но я очнулся в лесу, далеко от города, господин полковник. И потом я прошу не ставить знак равенства между мной и этой скотиной. Да нет. Он, пожалуй, поумнее. Его хоть силой утащили в лес. А вас? Вас-то, граф. Обманули. Просто надули, как самого примитивного. Простите. Дурачка. Простофили вы, граф. Вот кто вы. При всем уважении к вам, я не могу позволить так с собой разговаривать при нижнем чине. В портфель. Вы больше не офицер, граф. Позор. Срам. На всю Россию срам. На весь мир. Какой-то там долундич заорканил генерала Антанты. Подумайте. Да-да-да. А помог-то ему кто? Вы. Вы. Ну, я сопротивлялся. И видите, ранен. Мало. А расстрелять вас, и то мало, граф. Ваше высокопревосходительство, Господом Богом молю, во имя отца моего генерала Галицкого, воевавшего под вашим командованием, разрешите искупить вину. Из-под земли, но достану бандита. Хорошо, граф. В память Феофана Ивановича поручаю вам изловить вашего сообщника Дундича. Ваше высокопревосходительство. Ваше высокопревосходительство. По всем дорогам направить на поиски карательные отряды. Найти и, да, уничтожить. Слушаюсь. Господа офицеры, исполняйте. Эта печень атакует меня неожиданно. Слово красная конница. Ваше высокопревосходительство. Аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего, ничего! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не плачь, Нашка! И вот что! Передай это! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орвись к нашим! Передай это фаршировали буденному собственные руки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А как ведь ты поступила на мое место? Сколько из этого потери столько будет, потому что наши не узнают их планов. Ладно, ну точно. Твоя суда умная, храбляная. А я скажу дурак, если тебя не бережешь. А ты тоже сумасшедшая. Не знаю, что тебе только 20 лет. Грабляет! Бонжур, мальчик! Правильно, приведите меня от брусьевой земли. Если не опомнитесь, это может оказаться вашим недалеким будущим. Куда? Стой! Стой! Отпустили из того света, как с кем распитаться. Тундищ! Тундищ! Вот он, вот где! Виндоку! Виндоку! Стой! 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 Ура! Ура! Потфор, потфор! Где? Потфор, потфор! Потфор, потфор! Потфор! Давай! Давай! Как у тебя? Коня! Коня! Устись! Устись! Пуш! Майка! Субавка! Вон! Спасибо,ui-то! Вегуш! Господи! , а где ako? Где ako dám? Поехали! Прокол cl essence и yemek subscription constantly дают мир 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 анд Ei Мальчек Гидель, гидель, гидель! Гидель, гидель! Гидель, гидель, гидель! Охватывай фонды! Откружай, крыдкальцо и крой! Крой! Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Ну-ка, привести себя в порядок Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здравствуйте, батя! Добавил DimaTorzok 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 Честь, семью. Боже мой. Узнаешь его? О! Хорошо. Ну, вот видите, люди живут, гуляют, веселятся, а вы... Да-да, зяблик тоже прячет голову, чтобы не видеть страшных вещей. Ну, во всяком случае, кафа с ликером... Куда приятнее морковного чая из консервных банок. Все-таки, я никогда не думала, что ваше охвачено такой убийственной тоской. Не понравилось, значит? Ммм... Наоборот. Как же мне это может не понравиться? Нет, нет вам смысла в 22 пропадать из-за какого-то бородатого Маркса. Зовите Алексу и заживем, как русские говорят, во всю Ивановскую. Они еще в таких случаях говорят, вот вам фига поднос на постном масле. И эта интеллигентка! Русская интеллигентка! Обратно в тюрьму! И никто вас теперь не спасет, даже ваш любимый Дундич! Ой, если бы он это знал, он был бы тут, несмотря что город в ваших руках. Ммм, прелестно. Учнем, постараемся, чтобы узнал. Я не то, я не то хотела сказать. А вот за это и спасибо. Прекратите, азиаты! Сейчас же прекратите! Ракус, я уже влету. Что ты сказала, мадам, повтори? Как можно позволить себе такое? Нет! Повтори, что ты раньше сказала, мадам. Стреляй, скотина. Стреляй в дворянку, дочь полковника. Стреляй! Господа! Что же это, господа? Молчи, а то взернан на люстре. На, на! Да, офицеры! Послушаем. Пу! 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 Оставь смирно! Всем смирно! Именем генерала Шкуро Я начальник контрразведки Приказываю уняться Я думаю, за оскорбление нашу мундира Мадам уже расплатилась Смирно! Малаква! Желтая лента Желтая лента Ты нам волнуешь гроз Отдайки кольца Вильярты цельки И вам забил любовь Сураненый! Госпожа! Не пойти ли мы учат всегда? А почему? А что вас шокирует? Да-да, цыгане Цыгане мы И напрасно смеетесь Мы ведь тоже кочуем Только это называется Наступление Отступление Или попросту драк То так грустно без гитары Не лучше спить мне про любовь Или поехать лучше к яру Там разогреть шампанским кровь Да возьми с собой гитару Чтобы было веселее Чтобы было веселее Две гитары За звене Шаробна заныли С детства памятный напев Старый друг мой тыли Если вы считаете себя не лучшей цыганке То учитесь у него бодрости духа Да, но и стоит захотеть Она завтра будет поспект Почему? Поговори-ка ты со мной Гитара семиструнная Вся душа полна тобой На ночь такая лунная Почему она хоть завтра может быть в Москве? А потому что ни границ, ни застав для них не существует И паспорт у них единый Что для белых, что для красных Что для серо-буро-малиновых Цыганское вранье, песни и пляски О, какая блестящая мысль Что? Ведь это ничего Голова Настя Настя Садись, Настя Садись Гадать умеешь? А какая же цыганка гадать не умеет Ну? А мы всегда гадаем своими Хочешь, твое настоящее имя скажу Сережа тебя зовут, да? Нет, Павля мне зовут Ходжич Правильно, по-вашему Павел Ходжич А по-нашему Сережа, да? Ну, ври, ври Молодой в любви счастливый Только любовь твоя недолгая, да? Одну за руку держишь А на другой засматривайся, драгоценный Освободи мысли от дум любовных А удача сама к тебе придет Большим человеком будешь Сам себе не узнаешь Понял? Понял А хочешь, я тебе погадаю? Дай руку, красавица Ну, ну, интересно Первый раз вижу, чтобы цыганки гадали А, вижу, я, обрывается Твоя линия жизни Стоишь ты на краю могилы, красавица Где ж обрывается? Вот моя линия жизни А что он там за спиной стоит? Что я уже арестована? Вот-вот От тебя зависит жизнь твоя Нет, красавица Не всегда от тебя жизнь зависит Да, вижу, понятливая тень Поговорим Потолкуем Моя сыненька Моя сыненька Роя Зовоцвето Цвето Видя Преулица Ай, зла Валиме портретом Не, не, не Не, не Не, 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 не Ой, вы, суббожище Ой, Олегович, что я тебе скажу? Галя жива, понимаешь? В тюрьме Ну да А не врешь? Вот На площади цыгане танцуют и поют Слышь? Так вот одна из них с Галей в тюрьме сидела Понимаешь, я ее сейчас сюда доставлю И все в точности расспросим Пойдем, пойдем, скорее, Дудичу покажу Ты куда ты уволочишь? Дай послухать, писова душа Хочешь, верь, хочешь, не верь Она просила привет передать И сказала, что любит тебя Клянусь, убей меня, Бог Что? А ты все Все по порядку расскажи А я уже все рассказала Кроме того, что по слабости здоровья Надеются в больницу попасть Это хорошо А там стражи поменьше, да? Безумец, а как же ты в город попадешь? Да так, как ты сюда, так я с вами туда Нет, нет, красавица Мы ваши красные и белые дела не умеем Что? Пускай На тюрьму думаешь нападать? Зачем? Есть простой ход На квартиру начальника контрразведки Без разрешения пойти на такую операцию В верный трибунал Скажут, личное дело Личное? Она что, в разведку по личному делу ходила? По-моему, так должно у нас быть Кто посылает, тот и спасает Стой, стой, стой Выходи Выходи все как один КОНЕЦ Чего? ПЕСНЯ! ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Субтитры делал DimaTorzok А ну, прекрати свястопляску! Кто тут Наста? Я Проходи к нам А теперь показывайте, кто тут удач Иначе всем крышка Ну, кто тут удач? Я Гришка! Гришка, сынок! Гришку убили! Ну, теперь поминай тяло! Как тебе злого и попро! Что ты, милый? Что ты сделала? Казаки! Поконим казаки! Молодец, молодец! Голубчик! Сынок! Курик есть? Есть! Давай! Оправдал! Оправдал, Надежда! Оправдал! Вот, вот, отец! Ваше высокопревосходительство, как орла поймал! Я в этом подлеце сразу себя узнал! Орла мы пока еще только за хвост уцепили! Но не надо забывать, что у него еще и крылья есть! Ничего, ничего! Не улетит! Нет! Я его самолично, собственными руками, на самый высокий телеграфный столб! Чтобы всем 14-ти державам, особенно генералу Жоберу, видно было, как он там барахтается! Отправить к прадцам дело не хитрое! А не вы ли, ваше высокопревосходительство, учили успокаивать неугодные? А их примерной казнью! Ну, может быть, поэтому, Андрюша, и сводки самого катастрофического содержания! А чего там еще несколько нажимов, и вот где у нас будет Москва! Не теряйте головы, генерал Шкуро! Возьмите себя в руки! Мобилизация провалилась! На фронте дезертирство! В некоторых полках осталось по 200 штыков! Фураж берем под угрозой казни! Крестьянство настроено враждебно! Хорошо было бы ослепить солдатикам глаза хотя бы на недельку! Переходом к нам Дундича! А на фронте каждая минута имеет особую цену! Да! Выходит, мы с тобой сделали полдела! Подбирай там под него ключи, отмечки, ну что хочешь! А то в Ставкины очень довольны, что я тебе самолично нацепил, полковни Чапуоне! Ну, действуй! Действуй! Олег! Ну! Ну что? Что? Смотри в глаза! Ой, ну... Ты с кем? Ммм! Уходишь от ответа! Никогда не думал, Олег, что ты можешь мне задать такой вопрос! Так, как же ты сюда попала? Да я тут же, в этой же тюрьме! Они хотят, чтобы ты перешел к ним! И послали меня уговаривать! И ты согласилась? Только потому, чтобы увидеть тебя! Можете говорить, что тебя расстреляют! Если ты вернешься! Ничего, ничего! Это, кажется, тот случай, когда Ходжич прав! Да что ты говоришь! Они же просто запугивают нас! Да! Трудно! Трудно будет оказаться Ворошиловой и Будённом! А есть чего труднее Встретиться с Дашней в отцом? Неужели? Кончилось свидание! Выходи, женщина! Выходи, выходи! ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА МОЗИВАЯ МУЗЫКА ХОВАЯ МУЗЫКА МОЗИВАЯ МУЗЫКА Ой, господи, нечистый дух Встань с ним Пошли Нечистая сила посетила нас, батюшка Батюшка, батюшка Господи, спасибо, аминь Никто вас, если не убивает, что вы? Креста на вас нет, казачки наши дорогие Они не ваши, батюшка Буденовские А мы нейтральны Убей бог нейтральны Не знаем, как бога, мы ведь можем шлепнуть, если часок другой не выдержите нейтральны позиции, батюшка Поняли? Поняли? Ладно А что это за позиция, батюшка? А позиция будет такая, батюшка Сядем за стол Сядем, пошли И будем тут цей, пока самовар не остынет Ничего, ничего Вставай, вставай, это не сон В чем дело? Не сообразил? Проспал, господин Есть город в ваших руках? Нет Пока только твоя квартира Познат сими Срабин? Православец Удывайся Это он хотел нас расстрелять Сядешься? Да, да Поросник Удывайся, удывайся Говорите, что я должен сделать, чтобы сохранить свою жизнь Что хочешь? Приво Позови свой автомобиль Пойди Ну Пойди Устр, к моей квартире Наравно, потребна ти је и потврда за освободене Дундича И галли Доброе Сейдум Поговарь Погадай Погадай Пиши Неосторожно, действуйте Наверно, сопротивлялся Да, дурак А ко что не в той исправи Добро Битчеш там, где и твой шофер Понятно Действуйте спокойно Я свою жизнь надавать за Дундича не собираюсь Молодец Пошли, Ваня Ну что ж Будем ждать его звонка О И ти си ми познат, земляче Я тебе добро знам, земляче Когда же они его убьют, батюшка, лоб направо Ну-ну А может мы Так Молчком посидим То лучше даётся, когда человек делом занят По чему нет звонка Не отправил ти наши под своё записки в тюрму А? Слушаю Слушаюсь Подтверждай Да Моя записка Моя Смотри, Олег, посмотри Товарищ командарм По вашему приказанию арестованный Дундич доставлен Хорошо Можете идти Ну говори Рассказывай Что можешь сказать в своё оправдание? Нет оправдания? Перед вами нет Перед своей совестью есть Что? Что же Твоя совесть Выше нашей? Нет, товарищ командарм Я хотел сказать, что меня мучила совесть За то, что неопытного человека послала в разведку А за то, что людей вовлёк в эту дикую операцию И за то, что погибла Даша Ты собираешься отвечать? Обязан Вы ведь офицер? Я этого никогда не скривал, товарищ членер Ивань Совета Я не о том Вы как офицер Что должны были принести нам? Дисциплину, боевой опыт? А вместо этого распущенность? Ты что думаешь? У товарища Ворошилова семьи нет? Или у меня вместо сердца камень? А у бойцов? У бойцов, я тебя спрашиваю Девчат нет, любимых? Да ежели бы все такое позволяли Конармия где бы была? На печках? Под боками у баб? Ты знаешь, что тебе за это положено? Самое суровое наказание, товарищ командарм Расстрел! Вот все Умереть, по правде говоря, с позором не хочется, товарищ командарм Так что же прикажешь с тобой делать? По-моему, раньше всего его надо накормить Семен Михайлович Да Голодный? Так точно Не верю Если туча плывет, дождик капает Опуденный идет, белый трапает Садись Еще добавить? Хватит, Климент Ефремович Это ж хитрость Чего он ждет? Чтобы злость у меня прошла А ну встать, как полагается Ну что это? Что это? Эх, босяк Прости его, Климент Ефремович Дадим повод всем так поступать Подумать только Первый дезертир в конармии За все походы ни одного А тут на тебе такое Даже среди рядовых Да что там, среди обузников такого не найдешь Конечно, расстрелять за такое следует Перед всем строим Но ты хитрый Знаешь, что тебя жалко расстреливать Поэтому он нас и не боится, товарищ Ворошил Не боишься? Нет Люблю Ха-ха-ха-ха Ох, хитрый, изворотливый, а? Эх, была бы тюрьма А я б тебя законопатил за такое дело Тюрьмы нет Вот именно В штрафных рот тоже Деваться некуда Остается передать дело в трибунал Что? В трибунал? После гражданской войны А-а-а Ну да Прямо жаль было глядеть Как тут маяла со дна, поджидая вас А где же она? Да тут ходила Глукала возле А как появились Напужавшись, утекла Спасибо Олега! Олега! Ну что? Что, Олега? Ну что? Говори так волнуйся Даже руки дрожат Говори же, говори, что будет Ну Только, пожалуйста, не бойся Я буду спокойна Говори правду Только правду Не боятся? Нет Еще правду сказать? Да За такую можно жизнь лишиться Дурак А влюбленные все такие Париж! Париж! Ваня! Какое нахальство! Что случилось? Наше положение настолько надежно И что? Русское слово Ну, ну и что же? Гляди Что они себе позволяют Наше положение настолько надежно Вот Что командование добровольческой армии Может разрешить себе Слушай, слушай В честь приезда Представителя Антанты Генерала Ренуара Устроить бал Под носом У самого Буденного А я там буду Ну это же невозможно Почему? Усы у тебя уж очень известно А сбрить-то не согласишься? А я там буду незримо Это как же? А вот, читай Его превосходительству Генералу Шкуро Точно Интересно 24 ноября А? Остроумно Очень остроумно Но сейчас Не до театральных представлений Разгром группировки Мамонтова и Шкуро Откроет дорогу на Москву Украинскому хлебу И Донецкому углю В Москве Начались морозы Электростанции Стоят Рабочие получают По восьмушке хлеба В день Ленин Сюда и целью Задача не только Их боеспособность разведать Но и нервы врага изведать Узнать Как они там Подвержены панике или нет Это первое И потом Надо Раз и навсегда Отбить охоту Антанти Заглядывать в Россию Да нет Кроме шуток Бить в лоб Форсируя Две реки Когда у них там Шесть Восемь дивизий Дело нелегкое А кто будет Нарочным Ведь важно С эффектом вручить В самые руки Его превосходительство Генералу Шкуро Да когда я писал письмо Думал тут Об одном артисте О Дундиче Ты конечно думал Признаюсь Да но ведь он Побывал в плену Могут распознать Хорошо его знал Только начальник Контрразведки Но как доложил Дундич Таковой уже Не числится в живых Ну так тогда И думать не приходится Дундич все это Проделает в лучшем виде Определенно Что известно Продвижение поезда Генерал Ленуар Мехеет-ву Викто Я вас присут Принц Долидзе Длета-мажор Ди генерал Мамонтов Телеграфируй болван Состав генерала Ленуара Задержать до моего особого Личного распоряжения Дальнейшее продвижение опасно У города шниряют Отряды Будённого Почему без разрешения Продвижение 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 Самоубийца Кто принял? Комендант Станции Капитан Архангельский Мне нужна форма Французского капитана Не вытоннеет Не вытоннеет Я требую Французского капитана Украина Комендант 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 Французский гимн Она не Леонидович Стыдно не знать Для не гимн А для нас похоронный марш Комендант Комендант Ренуар Нет Я способен по-русски А Хорошо Свободно Свободно Мне поручено доложить Что женерал Ренуар Очень жалеет Что партизаны Перед самым городом И собаки Проводили путь И еще больше Сожалеть Что об этом Не был предупрежден Где хоть жить Позвать Слушайте Утром Женерал любезно просит вас Женерал Мамонтов Женерал Шкуро Довар ла мобилите Детерше луи даме мата К себе Я прошу вас капитаны Ще до того Как мы увидим генерала Ренара Довести до него сведения Что на тех Которые не приняли мер Чтобы генерал Ренар Мог прибыть вовремя И не приутомляя себя Будут наложены Самые строи Взыскания Генерал Шкуро Блистательный наездник И простите Лирик Сожалею Что генерал Ренуар Не присутствует На балу в его честь Надеюсь Капитан будет нашим гостем Генерал Шкуро Представьте офицеров Отец родной Господа Я Приказываю Принять Капиталя Дерви 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 Как самого Дорого Гостя Гостя Да Ха Ха Командир 4-й Кубанской дивизии Генерал Фруло Командующий 5-й Донской Генерал Рымарев Командир Волчий сотни Генерал Командир Оскуро Полковник Суслык Командир офицерского Добровольческого полка Генерал Алексеев Так Алексеев Алексеев Командир чеченского полка Смертный Ротмест Чичаведзе Чачаидзе Чичаведзе Чичаведзе О Командир дико дивизии Генерал Зайчик А где же знаменитые Русские артиллеристы? Тоже здесь Командир дивизиона Броневиков Полковник Жилинский Командир Особого Конно-артиллерийского полка Полковник Николаев Командир Артиллерийской бригады Полковник Туманов Моя жена Надежда Иванова И наша дочь Ирина Сергеевна Командир 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 Парвете, мадам С'споли Мадвазель Ирина Грин Ирина Командир Ирина КОНЕЦ Павле, Павле, познакомьтесь, адъютант генерала Рануара, капитан Дэр Мил. Полковник Ходжић, мој жених. Ирина, прошу вас, ставте нас на минутку. Менян неотложни и очень важни делавој разговор с капитаном. Ну, здраво. Давно нисмо разговарали, пријателју. Убио си, мислиш. Грешко није никада касно исправити. У меня послышался выстрел. Никада не мог подумать, что в 20 веке русские стреляются из ревности. Господа! Господа! Все суда, господа! Что случилось, Демо? Подождите, мамочка. Ну, шо тут произошло? Увиде меня с адъютантом Рануара, Ходжић грубо попросил меня удалиться. Через секунду был выстрел, и потом я его уже застала в такой позе, с посмертным письмом на груди. Какой... Какой же он и посмертный, раз воно на груди. Эй, ты урода! Кому это письмо? Вам, ваше превосходительство. Вычитай. 24 ноября в 6 часов утра прибуду в город. Остой! Как же в 6, когда уже бе сетверти сет? Ну, читай, читай. Приказываю вам, генерал Шкуро, выстроить все контрреволюционные силы... Ага, это не бойся, ты читай. ...на площади у круглых рядов, где вы вешали рабочих. Командовать с парадом приказываю вам лично. А кто це підписав? Кто це підписав? Будённый? Что ж? На улице в бои, ваше, сухо, происходицу. В город ворвались красные. Какого же чёрта грелку? В машину у вас. Слушаюсь. Эврика! Что? Дундич! Команд sobie! Двух я – Еврика! Капитан Валерий! Капитан Валерий! Дундич! А-а-а! Здравствуй, Галя. Ну, что? Что поделаешь? Смешно. Невеста в рваных сапогах, в лаптной гимнастерке и в кожанке с чужого плеча. Это что? Вот венчаться как? Не звать же нам папа? А что, если хорошенько попросить священника? Чтобы только в брачную книгу занесся и больше ничего? Просил. Без церковного обряда отказывается. Говорит, против Бога не пойду. Что придумать? Олег. А может быть, отложен до лучших времен? Ну, сам скажи. Может, невеста в таком виде садится за свадебный стол? Конечно, нет. Наша невеста ничуть не хуже других. Ваня, показывай. Не беспокойтесь. Все честно. Небольшую менку предприняли. Я, например, за это дело ближайки вина отдал и три паски кременчукской махорки. А и я хлебный паек за три дня подсобрал. А мне этот подарочек одна сознательная старушка вручила. Ей-богу, добровольно. Только рассказал, что к чему, а она, пожалуйста, со всей душой отдала. А я поздравляю. Спасибо. Спасибо, дорогие. Но не в этом дело. Понимаете, просто хотелось, чтобы все было, как мечтала. Извините. Прошу за стол. А кормиться можно, считая и безбрачной книги. Я, например, что предлагаю? Составить протокол и у него все подписаться. Да, что добровольный, по согласию муж и жена. А если бы обратиться к комиссару, он даже дивизионную печать для крепости кремов. Так что, кормка! И все. Кормка! 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 Поход. Ну, я пошел. Хуторами, хуторочками, днями, ясными да ночками, это разбуденный сварошиловым, бой лишителей кедут. Погоняк! Погоняк! Играет рубашь поход, поход. Погоняк! Погоняк! Контармия вперед, вперед, степи силен. Погоняк! 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 Закрятый метр не плывет. Сибирь зеленой, а с первой конной За гляд и ветром не уйдет После боя наша конница Своему крыцу поклонится Эх, забудет, и с хорошилом им Все расскажет обо мне От боя играет удач в огонь От боя, вот ария вперед Вперед, и ты зеленой А с белой конной За гляд и ветром не уйдет Ты был революцией верным солдатом С душою горячей и сердцем простым На полном скаку ты легендой крылатой Летишь к нам сквозь годы, сквозь грозы и дым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok